Привет, с вами инспектор гаджет. Это мой внутренний голос. Привет. Голос, есть для тебя две новости. Традиционно, значит, плохая и хорошая. Во-первых, ты свинья. А во-вторых, поздравляю, оказывается, свиньи могут загорать. Факт. А чего сразу свинья-то? Я же убрал потом всё. А это уже не важно. Ладно, начнём, пожалуй. Fail Hot News. Оказывается, среднестатистический современный ноутбук в 15 тысяч раз мощнее, чем комп, который использовался для посадки на Луну. Круто! Не то слово. Так, что у нас сегодня? Много прикольных гаджетов. Много? Это три, что ли? Ладно, начинай. DIGMA DM500B Навигация стала сейчас непременным атрибутом любого коммуникатора или смартфона. Казалось бы, что ещё нужно автолюбителю? Загрузил в свой телефон бесплатной картой, укрепил на держателе на лобовом стекле и вперёд. Но всё-таки экраны универсальных мобильных аппаратов не слишком велики. А вот у специализированных навигаторов, вроде этого DIGMA DM500B, с экранами всё в порядке. Пять полновесных дюймов этого для комфортного просмотра карт вполне достаточно. Вдобавок доступны голосовые комментарии по ходу маршрута. Этой функции бесплатным навигационным системам для смартфонов обычно недостаёт. Кстати, DIGMA DM500B способен через FM-трансмиттер выводить звук на бортовую аудиосистему автомобиля. Это позволяет превратить его в MP3-плеер, забыв о штатной магнитоле, а также использовать в качестве устройства hands-free. Собственно, навигационная функциональность DIGMA DM500B обеспечивается предустановленными картами Navitel Navigator с детальным покрытием крупнейших городов России, а также Украины и Беларуси. В дополнение к прокладке маршрута по карте как таковой, навигатор может корректировать его в соответствии с реальной ситуацией с пробками в городе. При этом для получения данных о пробках не нужно заводить и оплачивать отдельную сим-карту. По каналу Bluetooth вся информация получается через сим-карту телефона. Но самое главное, DIGMA DM500B можно, если будет такое желание, настроить полностью под себя. Смонтировать видеокамеру заднего вида, которая заметно облегчает парковку, или приобрести активный GPS-держатель с сим-картой, если нет желания постоянно держать свой телефон соединенным с навигатором. Можно даже залить на него навигационные карты другого разработчика. Учитывая весьма привлекательную цену, в районе 7-8 тысяч рублей, можно считать, что это устройство многим автолюбителям придется по душе. Голос! Ну-ка посмотри на меня. Ага, понятно. Налево, значит. Ну, жаль, конечно, жаль. Не понял. А что случилось? Что со мной не так? Понимаешь, голос, есть такая теория, что люди, которые зачесывают волосы направо, живут дольше тех, которые зачесывают их налево. Фигня. Ага. А Гитлер? Вот, понимаешь? Тем, прелесть. Ладно, не расстраивайся. Отвлекись как-нибудь. Пить начни. Между прочим, есть отличный гаджет в тему. Майка-алкоголичка. 20 баксов? И она твоя. Правда, я не знаю, как ее стирать, но ведь ты же на дно собрался. Так ведь оно и не обязательно, значит. Подбодрил? Типа того. Ну, ты славненько. Давай обзор. LG GW620. Андроидафоны с Яцукин клавиатурой. Заметный тренд последнего полугода в смартфоностроительной отрасли. Да, именно и Цукин. Сколько можно ее называть в Кверке, если мы в России? LG GW620. Первый смартфон LG на платформе Android. С технической точки зрения аппарат представляет собой почти типовой гуглофон на Android 1.5. Не самая свежая и стабильная версия системы, прямо скажем. У него трехдюймовый дисплей смехотворного на сегодняшний день разрешения 320 на 480 точек. Зато энергии такой экран потребляет заметно меньше, чем его собратья в высокой четкости. Емкого аккумулятора на 1500 мАч хватает очень надолго. Процессор типичный для устройств этого класса. Qualcomm на 528 МГц. Поддерживаются карты microSD емкостью до 32 ГБ. В наличии стандартный разъем microUSB под заглушкой. Гнездо для штекера 3,5-мм наушников. Еще из коммуникаций поддерживается Wi-Fi и Bluetooth. Присутствует навигационный модуль A-GPS. Камера 5 Мп. Выдает весьма неплохую картинку. Есть небольшие на наш взгляд проблемы с дизайном. Как-то получился аппарат большой и не очень привлекательный по дизайну. Материал тоже не самого лучшего качества. Кроме этого, на передней панели есть сенсорные клавиши, на которые по привычке жмешь и ждешь хода клавиши или щелчка, а его нет. Но это уже так, придирочки. В целом, относительно недорогой, а 14 тысяч рублей, и вполне функциональный смартфон с идицукин клавиатурой и ориентацией на социальные сети. Несомненно, активным пользователям этих самых социальных сетей он придется по душе. Они даже могут, пожалуй, отказаться от покупки нетбука в пользу LG GW620. Ведь аппарат на своем не самом крупном экране способен даже показывать видео в формате DVX без перекодировки. Плюс к тому возможности парка приложений Android. Выбор первокурсника. Наступило время СТГ. Сегодня немного поменяем тему и не гаджеты будем выпускать, а людей. Самыми тупыми признаются все, кто купил iPhone 4 в России за 90 тысяч рублей. А таких придурков оказывается навалом. Все они получают 10 баллов по шкале тупости. Голос? А что голос? Самое время рассказать про этот пресловутый iPhone. Согласен. Apple iPhone 4. Четвертая модель серии стала заметно более плоской. Толщина ее чуть больше 9 миллиметров. Корпус уже не зализан краям. Две ровные стеклянные пластины, металлическая рамка. Вот и все внешние особенности аппарата. Стекло особо прочное и олеофобное. То есть отпечатки пальцев на нем должны быть не так заметны. Диагональ рабочей области дисплея iPhone 4 3,5 дюйма. Разрешение 960 на 640 точек. При этом дисплей построен на очень качественной матрице IPS, как и в случае с iPad. Контрастность экрана составляет 800 к 1. А яркость и цветопередача по сравнению с традиционными TN дисплеями просто великолепны. С начинкой у нового аппарата все тоже в порядке. Процессор Apple A4 с частотой, как можно предположить, 1 ГГц работает шустро. Имеется и отдельный графический ускоритель Power VR SGX540 с поддержкой API Open GLS. Заявленная производительность 28 миллионов полигонов в секунду. Заметно больше, чем у одночипового решения Qualcomm Snapdragon. Хотя и гораздо меньше, чем у Nvidia Tegra 2. Никуда не делись адаптеры Wi-Fi стандарта 802.11n и Bluetooth версии 2.1 плюс EDR. Тут и ограниченная многозадачность, и датчики освещенности и сближения, и трехосный гироскоп и акселерометр. Цифровая камера наконец-то разжилась 5-мегапиксельным сенсором, светодиодной подсветкой, 5-кратным зумом и режимом макросъемки. Эта камера первая на рынке солидных коммуникаторов, которая позволяет снимать видео высокой четкости в формате 720p с частотой 30 кадров в секунду. Есть даже фронтальная камера на 0,3 мегапикселя, предназначенная для видеозвонков. И, разумеется, ложка дегтя. Куда ж без нее? Красивый металлический ободок вокруг корпуса iPhone 4 – это антенна. Даже две. Одна для сетей Bluetooth, Wi-Fi и GPS, другая для UMTS, GSM. Антенны не экранированы, то есть вообще никак. Разрывы между ними находятся в левом нижнем и правом верхнем углах корпуса. В результате, если взять аппарат левой рукой, левый нижний угол упрется в основании ладони, образуется проводящий слой из кожи человека. Это значит, антенна замыкается одна на другую, а это значит, качество приема ухудшается. Во всех же прочих отношениях вполне удачный современный коммуникатор с очень неплохой функциональностью. Еще бы и цены на него на российском рынке оказались разумными. Помните, мы просили вас несколько выпусков назад сделать из мыши Оклик Хантер какого-нибудь зверя? Итоги подведем не сейчас, а во вторник в НИИ. С вами был Инспектор Гаджет, и помните, я докопаюсь до правды. Чмоки! Чмоки-поки!